Как подать простые сосиски к завтраку? Да так, чтобы заинтересовать ребенка или порадовать взрослого. Смотрите этот рецепт. Будем готовить булочки-гусенички. Получается необычно и очень вкусно. Очень простой рецепт позволяет приготовить обычные сосиски интересным способом. Тесто для булочек дрожжевое, легкое в приготовлении. Следуйте пошаговым рекомендациям и готовьте с удовольствием. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте ингредиенты. В молоко добавьте дрожжи, соль, сахарный песок, перемешайте. Добавьте размягченное сливочное масло или растительное масло. Просейте муку, заместите тесто, дайте ему подойти в течение 1-1-5 часов. Вкусняшки, подписавшимся. Разделите тесто на 5 частей. Из теста раскатайте овальную лепешку, в центр поместите сосиску. Защипните края теста. Сделайте надрезы до конца сосиски. Отведите в разные стороны, одну налево, другую направо, поочередно кусочки сосисок, устанавливая их на срез. Подготовьте болтушку из яичного желтка и столовой ложки молока, для смазывания булочек перед выпечкой. Смажьте булочки желтковой смесью. Посыпьте булочки тертым сыром. Сверху посыпьте базилик или орегано. Выпекайте булочки при температуре 180-200 градусов 20-25 минут. Подавайте булочки гусенички с соусом или горчицей. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Сосиски 5 штук. Молоко 150 мл. 125 мл. Тесто 25 мл. для смазки перед выпечкой. Свежие дрожжи 10 грамм. Соль 0,5 ч.л. Масло сливочное 20 грамм или растительное. Мюка 200 грамм. Яичный желток 1 штука для смазки перед выпечкой. Тертый сыр 10 грамм. Базилик по вкусу. Количество порций 5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите на канал снова, котятки.